Офигеть! Вы спросите, как можно было соорудить такую конструкцию из трех автомобилей? Оказалось, не так-то просто. Даже не все участники замеса поняли, как так произошло. Я посередине. Как произошло-то? Смутно все произошло. Быстро. Непонятно. Зато виновник замеса миксеровод все видел, все понял и двинул вот такую версию. Он катился по машинной в сторону Луганской в правом ряду. Перед ним ехала Лада Гранта. Вдруг Камазист увидел впереди запаркованный болид в правом ряду. И дабы его объехать, он стал уходить влево. Но и пилот впереди едущей Гранты стал делать то же самое. Так вот, чтобы не забодать Гранту, Камазист резко вывернул руль вправо. В результате этого маневра загруженную бетономешалку занесло, и она упала на правый бок, завалившись своей оранжевой головой на разделительный газончик. Ну, такой асфальтированный газончик. Ну, а содержимое миксера и естественным образом выплюнулось на трассу. За бетономешалкой по среднему ряду катились Шкода Рапид и микроавтобус Фиат Дуката. Судя по надписи, приписаны к сервису экспресс-доставки. Их пилоты не успели тормознуть перед внезапно задремавшим Камазом, и Фиат вколотил Шкоду в леже боку. Версия Камазиста звучит вполне убедительно. А вот как ее переоформили гаишники. Водитель миксера, груженного бетоном, не обеспечил постоянный контроль в ходе торможения, допустил опрокидывание. На него совершили наезд еще два транспортных средства. В ДТП никто не пострадал. Вскоре на место замеса, во всех смыслах и выплюснутого на дорогу бетонного замеса и тройного автозамеса, прибыл еще один экспресс-доставучий майор. Из подраненного Фиата Дуката в его брата-близнеца перетаскали товар, подлежащий, видимо, доставке, и началась вторая часть этого увлекательного шоу с условным названием «Оторва».